Вторая встреча с Иорданией прошла не менее интересно, чем первая. С той лишь разницей, что в 2009 году мы были в королевстве в декабре, а сейчас застали страну цветущей. Первой остановкой стал уже знакомый с прошлого раза отель Мевенпик на Мертвом море. Сказочный средневековый городок был почти пуст. Война на Ближнем Востоке жестоко отразилась на туриндустрии Иордании, хотя здесь спокойно и безопасно в любое время суток в любом месте королевства. Общеизвестно, что уровень Мертвого моря ежегодно падает почти на метр, но особых изменений за прошедшие полтора года мы не заметили. Может, сказался дождливый сезон, который подпитал соленое озеро, ведь уровень воды поднялся даже в Иордании на месте крещения Христа. И сейчас святые места скрывала вода. Далее наш путь лежал на Красное море в Акабу. Разместившись в отеле Кимпинске в городе и оценив по достоинству его гостеприимства, мы отправились в дайвинг-центр. На этот раз все было организовано отлично. Коралловый сад начался метров 50 от берега. Наш инструктор Абдулла показал все прелести подводного мира, и 50 минут, проведенные в пучине морской, пролетели мигом. Следующий день начался с исторической достопримечательности Акабы, ее крепости. Здесь же можно проследить и путь развития Иорданского флага. На этот раз у нас было 5 часов активного знакомства с пустыней Падирам. Даже покорили одну из ее скал. Наш гид Халет проложил дорогу, а Александр Сергеевич уже бодро за ним скарабкался. Сложнее был обратный путь с горы. Полюбовавшись закатом в пустыне, мы поехали в Петру. С Петром и стрикились уже, как со старой знакомой, и наслаждались ей не спеша, как изысканным десертом. Скалы светились и переливались. Мы побывали в королевских гробницах, а в монастырь Дейра подниматься не стали, чтобы не перебивать тот восторг, который до сих пор не утих от его первого посещения. Петра – единственный город, который все-таки остается с туристами. И детишек сюда приводят для изучения родного королевства. Следующим пунктом нашей программы был экологический заповедник Дана. Очень интересное место. Одно из немногих, где удалось сохранить дикую природу. Перепад по высоте в каньоне от 100 до 1600 метров. Осмотрели и каменный город, заброшенный, но сейчас восстанавливаемый. Знакомство с природными заповедниками Ордании продолжил заповедник Муджип. Сначала мы ушли от города Аль-Карак к началу ущелья. Прокатились по серпантину, осмотрев его с двух сторон. С высоты 1600 метров спустились к Мертвому морю на отметку минус 400. Мертвое море сияло зеркалом. Утром мы увидели второй шторм на Мертвом море. Так что не такое оно и мертвое, раз штормит. В заповеднике Муджип мы договорились идти только по проходимым местам, так как оборудование слишком дорого для экстрима, а подводный бокс вряд ли спасет камеру от ударов по скалам. Наш гид-халет, сопровождавший нас на протяжении всей поездки, проверял фарватер, выбирая наименее глубокие места, где река не сшибает с ног. Мертвое море Это прекрасное место для экстрима запрещено молодежи до 18 лет, а также людям, не имеющим плавать или имеющим проблемы со здоровьем. Утром в столице королевства нас ждала встреча с директором управления по туризму Наифом Альфаизом. Далее вновь Мертвое море. Остановившись в Кимпинске и чуток отдохнув, мы отправились по серпантину на горячие источники Майн. Далее вновь Мертвое море. Большая купальня была закрыта на реконструкцию, и мы искупались в маленькой, что в спа при отеле. Потом вернулись в отель, наслаждаться Мертвым морем и восстанавливать силы после этой удивительно насыщенной поездки по стране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова